Работу каждый день, конечно, он пересмотрет свою позицию, и с этих пор мы работаем вдвоем. Если кто-то рядышком с нами живет, в Межгородской области, пожалуйста, приезжайте в гости, мы будем рады с вами общаться лично. Давайте так, кто первый раз у нас сегодня на вебинаре на таком, либо второй, третий, кто совсем недавно у нас в команде? Майя, скорее всего, да, Майя, вы недавно, по-моему, присоединились, Антонина, да, вас зарегистрировала. Кто вообще меня слушает, кто сейчас на связи, кто первый раз слушает информацию, пожалуйста, поставьте циферку 1. Кристину не знаю, Зимину, Кристин, вы с нами недавно, наверное, тоже, да? Неллю знаю, всегда ходит на вебинары, обучается. Оля Чугунова, Оль, вы слушаете или вы просто не вышли? И Оля Силдушева тоже, вы слушаете или не слушаете? Мне нужна обратная связь, чтобы мне знать, с кем работать. Поставьте, пожалуйста, единички, кто в первый раз слушает информацию, если такие есть. Если вы слушаете информацию не в первый раз, поставьте двоечки. Ага, спасибо большое за обратную связь, мне так тоже очень комфортно и приятно работать. Я вообще сама в бизнес как пришла? Ничего про него не знала, ни в чем не разбиралась. Ну, вот банальные у меня были знания работы с компьютером, там включить, поключить, посмотреть, не знаю, там, сериал, посмотреть в контактах, в докладниках посидеть, все. Я обладала навыками коммуникации, что для нашей работы все-таки нужно. Если вы приходите к нам работать уже с базой, например, да, у вас есть опыт работы управленцем, например, нет, 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 не обоздаем, хорошо. Вот, то вам будет немножечко попроще. Если такого опыта работы нету, то ничего страшного, мы все научимся здесь, прямо на месте. Без поддержки родных, потому что, ну, мы живем, мы живем втроем, считай, жили, ну, вчетвером мы жили, тогда еще брат с нами жил. И он, этот, ну, вот они все ходили и прикалывались надо мной, мечты с Арифлейм, мечты с Арифлейм, ну, короче, сменялись и сменялись. Сама до конца, может быть, где-то не верила, может, буквально недельки, две-три, да, даже меньше, наверное, недельку, может, я вот это все изучала, со странички смотрела, все, там, у кого какие доходы и все-все-все это смотрела. И было огромное желание денег заработать, огромное желание было денег заработать. Я думаю, что если вы здесь, то на нашей команде у вас тоже такое желание есть. За это время, что произошло, открыла я ИП, видите, на слайде, да, мою имя, фамилию, Елена Александровна, два года назад ИП открыта, 19 января 2016 года, и два года мы уже каждые три недели получаем доход от компании. Какие доходы? Тоже всегда показываю, суммы, цифры, потому что помню себя на этапе новичка, вот как сегодня помню, вот как я пришла сюда, зарегистрировалась и когда звала своих уже новичков, всегда думала, хоть бы деньги показали, потому что сама когда-то сомневалась, потому что сама где-то не верила. Я всегда хотела, чтобы деньги показывали, чтобы человек, который слушает презентацию, понимал, сколько тут можно денег заработать. Это доходы за три недели наши, то есть в месяц сейчас получают где-то примерно около 70 тысяч, и плюс еще на номере остается, ну вот, для оплаты заказа, деньги для оплаты заказа. То есть, вот у нас какие, скажите, напишите, пожалуйста, дайте обратную связь, какие у вас доходы средние по городу, какие доходы средние по городу. Вот у нас в нижнем где-то, ну, тысяч 25, ну, 25, может быть, не знаю, может 30, ну, 30, реально, 25 где-то, 20, 15, угу, угу, еще у кого как, ребят, у кого еще как, какие средние доходы по городу? Вот внизу, слева внизу можно писать. Вот, у нас, и поэтому и все, и потолок больше, выше не зарастешь. А будучи декретить, так вообще, ну, откуда, хоть бы 5 тысяч какие-то заработать. Я вообще пришла с мыслями о том, чтобы хотя бы как-то мужу помочь, хотя бы тысяч 5 заработать. И, соответственно, мы больше нигде не работаем, мы работаем только здесь. Миша у меня работал в органах МВД, он оттуда уволился с должностью следователя, и мы работаем, мы работаем сейчас только здесь. Всего в компании заработано более миллиона рублей, этот скрин уже у меня старенький, с августа, с августа еще каждые 3 недели, да, был доход, ну, уже считай, август, сентябрь, октябрь, декабрь, уже 4 месяца прошло, еще, наверное, ну, плюсом тысяч 200, наверное. Более миллиона, миллион 200, где-то миллион 300 может заработано в компании, только в компании Арифлэйн. Мы больше нигде не работаем, вот видите, да, внизу Арифлэйн Косметик, прошедший счет, если, ну, например, у кого-то есть сомнения, да, если не верится или еще что-то, мы с любым человеком можем созвониться, открыть онлайн кабинет в Исбербанке, и в Модульбанке у нас это открыто, и все это вам наглядно показать, для того, чтобы у вас не было никаких сомнений, и если спокойно решилось, чтобы вы могли начать работать. Помимо денег, конечно, не все купишь за деньги, но, тем не менее, вот когда я пришла, самое первое, на что я пришла, это, конечно, были деньги. Меня не волновало больше ничего, никакие какие-то там другие стороны бизнеса, меня это вообще не волновало, потому что я думала о том, хоть бы мне как бы 5 тысяч лишних ребенка, чтобы он заработать, чтобы что-то ему купить. Но помимо этого есть еще у компании классные мероприятия, есть командный дух, вот если на наемной работе нет такого, например, что, ну, бывают классные коллективы, да, но все равно в целом, или традиционный бизнес, если про традиционный бизнес говорить, нет такой поддержки, что прям человеку можешь там 100% доверять. У нас здесь только так, у нас не может быть никакого обмана, если один раз я кого-то там обманула, например, из своей команды, то все, он начинает больше никогда не поверить, а мне с ним строить бизнес гадаю, и, соответственно, мы тут никогда никого не обманываем, и есть классные, есть команда, есть люди, люди вокруг, они тоже, ну, знаете, другие немножечко, мышление меняется, мы уже думаем не только как день просто прожить, да, там дом-работа, дом-работа, думаем уже про другое, про то, что видим перспективы, да, вот, видим перспективы, летом мы встречались на мегафорум, ездили с Мишей, и 30 человек наших девчонок и мальчишек тоже приезжали, и, конечно, это дорогого стоит, когда видишь такую классную команду. Что мы вам предлагаем, да, вот рассказала, что может быть, и рассказываю, что мы вам предлагаем, как вообще этого всего можно достичь. Вы можете запустить работу, бизнес, увидеть, как вам удобно, мне вообще слово бизнес раньше ухорезало, да, если вы вспоминаете себя опять же новичком, я думаю, какой из меня бизнесмен, но это бизнес все-таки, да, но если вам не нравится, то вы можете пока назвать это работой. Прямо на дому, помещаясь с учебой, ухаживаясь за ребенком, в свободное время, находясь на пенсии, пожалуйста, девчонки, мальчишки, кто сейчас на связи, напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, кто чем занимаетесь. Я начала, будучи в депрессии, ребенку было 10 месяцев, и я искала себе что-то где-то, какие-то денежки заработать, я была в депрессии начинала. Чем вы занимаетесь? Напишите, пожалуйста, кто чем занимаетесь, кто-то может быть. Ну, в общем, напишите, кто чем занимаетесь. У нас вообще в команде много кто есть, есть и на пенсии женщины, и мужчины тоже. Есть те, кто работают на основной работе, и здесь в качестве подработки работают. Есть очень много мам в декрессе, на самом деле, есть и студенты тоже. Напишите, пишите, пишите, кто чем занимаетесь. В банке искала работу, нашла Арифлейн. Еще кто чем. Почему Арифлейн? Конечно, когда я у себя зарегистрировалась, я не думала, какая компания, там еще что-то. Просто зарегистрировалась, и вы на служащие. Не думала вообще. Просто пришла, и все. Сейчас, конечно, я понимаю то, что хорошо попало. Почему? Во-первых, у нас все легально, все прозрачно. Никаких там аудиционных кошельков, там, ну, до какого-то денег там незаконного, ничего такого нет. Все официально, все прозрачно. В финансовых вложениях тоже нету никаких. Для меня, как для человека, не обладающего большим количеством денег, а 2,5 тысячи секретных у меня было на тот момент, для меня это был тоже очень важный, момент. Косметика, числа гигиена высокого качества по доступной цене, тоже здорово, если бы компания продавала пылесосы, мне бы каждые 3 недели пылесос нужен просто не был. Зачем? Мне бы в любом случае пришлось продавать. На сегодняшний момент, работая с компанией Арифлейн, я вообще ничего не продаю, все покупаю для себя. И для близких, для своих. Засчитывается трудовой стаж, есть отчисление в Сенсионный фонд России, 17 зарплат в год плюс премии, то есть в предложенный период у нас, идет 3 недели, и, соответственно, каждые 3 недели доход приходит на расшетный счет в банке. Участие в банкете директоров Арифлейн, это тоже каждый год мероприятие проходит, мы в этом году были в первый раз с Мишей. было все в Олимпийском, и у нас выступали звезды. На мегафоруме была группа Виагра, а на самом банкете выступала Вера Брежнева. Ну, в общем, знаете, когда вот люди говорят, что, ну, вот Арифлейн, да, там, друзья до сих пор, есть те люди, которые до сих пор не понимают, почему там ничего возил с работы, да, что вы там дома делаете, вообще непонятно, которые не разбираются, да, вообще, сами не вникают и не понимают, что это такое, смеются, да, ой, как Арифлейн, так смешно, просто не понимают масштаба компании. А масштаб, когда вот вы будете приходить на мероприятие, точно так же, да, как мы ходим сейчас, вы тоже будете дальнейшее посещать, и вы прямо вот с первого мероприятия прочувствуете масштаб компании, то, что это крутая европейская компания, у которой есть очень много денег, которые своих партнеров, сотрудников ценят на очень высоком уровне, вы это все сможете просто прочувствовать прямо на первом мероприятии. Путешествия в политические страны за счет компании, это тоже есть, я была бесплатно в Сочи летала, и тоже были мысли, ну, думаю, все равно, что-нибудь придется заплатить. Ну, не может быть такого, чтобы прямо вот все на халяву, да, если с нашими словами просто не говорить, все равно были такие мысли. И когда Лиша меня привез в аэропорт, все, я квалифицировалась, мне всю компанию сама села и билет купила, и как его, мы вообще ни про что не переживали, просто меня вот, как я в аэропорту села в самолет, и все, с этого момента я больше ни копейки своих денег не заплатила ни за что. Перелет, проживание, питание. Полностью арендовывали парк, Сочи парк, да, может кто-то был в Сочи парке, вот это все полностью было арендовано только для нас, только для нашего, только для нашей компании, плюс там все было включено, вот эти все горки, там пупорозы, там сладкий ват, ну, мелочи, мелочи, но очень приятно. вот, там тоже Лазарик Сергеев выступал, ну, представляете, а я в декрете, да, вот для меня вот это все, как, ну, не знаю, просто, просто вау, просто бомба, ладно, если у вас есть с чем сравнить, может, вы тоже работали в каких-то крупных компаниях, да, у меня такого не было, и, конечно, для меня это было просто вау, и это каждый год с уровня менеджер происходит, я была на самой, ну, такой, нижней, да, категории, можно сказать, путешествия, есть золотая конференция, в следующем году она будет, смотрите, есть бриллиантовая конференция, в прошлом году она была в Майами, в этом году она будет в Японии, когда будет съездить сакуру, понимаете, да, и это все бесплатно, просто за то, что мы работаем тут, бизнес передается по наследству, то есть то, что вы наработали, все то, что у вас есть, вот этот весь товарооборот, он не пропадет, не исчезнет никуда, вы его сможете передать по наследству своим деткам, для меня это тоже очень важно, какую еще работу, какой бизнес еще можно передать по наследству своим деткам, как можно зарабатывать в компании, есть три способа, ну, самые-таки элементарные, во-первых, это экономия, просто покупаем для себя субститры, во-вторых, можно продавать продукцию, красиво одеться, накрасить этот каталог, и в большинстве стоем, в компанию люди представляют именно так, я, будучи в декрете, конечно, я не смогла бы никому ничего продать, да, вот, потому что у меня маленький ребенок, и мне нужно с ним быть, и куда я поднялся этими каталогами, и вообще я не продажник, ну, просто по жизни я не умею продавать, например, но, хотя можно с ним научиться, но тут много денег не заработаешь, ну, заработаешь, там, ну, две тысячи, три тысячи, ну, десять тысяч максимум, но мы сегодня говорим с вами о других деньгах, мы говорим про деньги, начиная от 25 тысяч и выше, как их можно заработать, строить бизнес, создавая команду, то есть мы просто приглашаем людей покупать для себя, вот про это, да, подумайте, просто приглашаем людей покупать, пользоваться продукцией для себя, и все, я покупаю для себя, Мэйля покупает для себя, Александр покупает для себя, и для своих близких, например, да, мы и близкие наши, мы и наши близкие, все, в принципе, этого достаточно. В чем смысл любого бизнеса? Это создание больших товарооборотов и получение требований. Чем больше мы организуем товарооборот, тем больше у нас будет требований. Мы выступаем как организаторы, как организаторы. Задача дать рекламу, человеку заинтересовать, кто-то зарегистрировался на продукт, кто-то любит просто покупать, он будет покупать для себя со спицей, кто-то любит продавать, кто-то будет продавать, но нас, конечно, больше всего интересуют люди, организаторы, которые будут пользоваться продукцией, организовывать личный товарооборот, и те их будут приглашать дальше, просто приглашать, просто рассказывать. И с этого растет наш товарооборот. Чем больше товар или услуга пользователей, тем больше прибыль. Вот если говорить про нашу структуру, про нашу с вами структуру, то товарооборот в прошлом месяце был около 900 тысяч. Я никогда в жизни не смогу продать мне такую сумму за 3 недели лично. Никогда не смогу продать. И у меня нет цели продать лично на такую сумму. Мне сколько нужно каталогов, мне сколько нужно людей, нервов, чтобы, например, такой товарооборот лично организовать. У меня нет такой задачи. Я просто для себя покупаю и приглашаю других покупать для себя. Вот, например, еще один. Одно из всех ходит в магазин «Пятерочка». Мы все туда пришли, увидели крутую классную акцию, например, там сахар со скидкой, бешеной с 5-процессной скидкой. Мы пошли, про это рассказали. Рассказали про это маме, папе, бабушке, тете, всем рассказали про это. Мы организовали для «Пятерочки» товарооборот. Согласны? Мы для нее организовали товарооборот. Люди, благодаря рекламе, которую мы организовали, пошли и купили в этой «Пятерочке» вот этот вот сахар. Ну и нам «Пятерочка» что-то заплатила за то, что мы рассказали всем. Скажите, нам «Пятерочка» что-то заплатила за то, что мы сами купили и всем разрекламировали. Нам «Пятерочка» какие-то деньги за это заплатила, потому что мы являемся организаторами этого товарооборота. Благодаря нам «Пятерочку» пришло 20 человек, 20 человек купило там по 200 рублей и организовали товарооборот там на 40 тысяч, например. Нам что-то заплатила «Пятерочка»? Скажите мне. Заплатила, нет? Девчонки? Мальчишки? Жду вашего ответа, чтобы я понимала, что меня понятно. Скажите. Нет, не заплатила. А компания «Репоинт» платит именно за это. За то, что мы делимся информацией, за то, что мы организуем товарооборот. За то, что мы являемся организаторами, за то, что мы делимся информацией и создаем товарооборот, и компания нам именно за это платит. Чем больше людей… Мы можем рассказывать про бизнес, и люди будут приходить про бизнес. Мы можем рассказывать про продукт. Мы можем рассказывать про путешествия. Разных людей мотивируют в разные вещи. Есть люди, которые хорошо зарабатывают и приходят в «Репоинт» ради признания. Это тоже важно. Есть люди, которым нравится продукт, и они приходят на продукт. Есть люди такие, как я, которых интересуют деньги, и они пришли в компанию на деньги. Поэтому мы можем с разных сторон презентовать компанию «Репоинт» и люди будут приходить на что-то свое. Почему, вот, например, если мы зовем людей в основном на бизнес, и человек, который пришел развивать его, должен понимать, откуда берется вообще этот товарооборот. Он берется с наших личных покупок. Сейчас, например, на примере обычного ларька тоже с вами разберем. Мы открыли ларек с булками. Да, вот я открыла магазин с булками. И у меня у соседей тоже магазин с булками. Сейчас, ребят, секунду. Сустринный вебинар. Так, все, идем дальше. Вот, и, например, про пример с магазином с булками. Открыли для себя магазин с булочками. Где мы будем их покупать? У себя или мы будем покупать у конкурента своего? Где мы будем покупать? Мы все равно покупаем эти булки, например, да? Хлеб. Мы все равно его покупаем. Каждый день входим в магазин. Каждый день его покупаем. Мы открыли свой магазин. Мы где будем покупать этот хлеб? Или мясо, например. Мы открыли магазин с мясом. Мы где его будем покупать? У себя. Или мы открыли шиномонтажку, мы где будем себе машину делать, да, там колеса менять, мы где это все будем делать? У себя и родным своим, что будем говорить? Покупай у меня, а я тебе скидку сделаю. Или приходи ко мне, а я тебе скидку сделаю. Тут точно так же. Мы просто покупаем у себя. И родным, близким тоже организуем таким образом товарооборот. Все просто. Смысл работы. Создать большую потребительскую сеть, где будет каждый покупать на себя. Кто любит продавать, пожалуйста, продавайте. Да? Если продавать не любите, можно просто организовать личный товарооборот и приглашать других. И все. Вот в чем смысл работы. Создать большую потребительскую сеть, где будет каждый покупать на себя. Слово гуля. Кажется сложным, ребят. Кому-то кажется сложным или, может быть, у кого-то есть сомнения какие-то. Поставьте плюсики просто. У кого-то, может быть, есть какие-то сомнения. Сомнения в себе. Сомнения в компании. Сомнения вообще в индустрии. Сомнения вообще в самом сетевом маркетинге. То, что вы, там, не доверяете, может быть, до конца, да. У кого-то, может быть, есть. У меня были. Там первую неделю я во всем сомневалась. И в индустрии самой. И в самой себе копалась. И, ну, много всего, много всего у меня, да. Всяких прям сомнений у меня были. У вас нету? Если есть, то это нормально. Если нету, то, ну, видимо, уже вы много изучили, если нету. Вот давайте мы сравним с обычным, с традиционным бизнесом. В зоне внимания бизнесмена, если мы говорим про обычный традиционный бизнес, вот это все, бизнес, инновации, производство, маркетинг, доставка, сотрудники, каталоги, каналы реализации, посещения, конкуренты, это все, все несет на себя ответственность вот этот мужчина, да, который не прожил на фотографии, например, это его бизнес. Он за все несет ответственность. Вообще сто процентов надо. Он еще денег вложил в свой бизнес, миллион. У него задача, мне бы, как отбить мои деньги. Думает ли он о том, там, чтобы не работать денечки, там, отдохнуть или еще что-то? Нет. У него сейчас одна идея фикс, ему нужно эти деньги отбить, которые он вложил. Он еще даже не думает про то, чтобы заработать, но думает, там, в дальнейшем, да, там, есть бизнес-плак. Но теперь задача номер один, это все отбить. В бизнесе, как компания Рицо, ему ничего не вкладывало. И все вот то, что тут написано, большинство, 90%, да, можно сказать, 90% на себя берет компания. Ответственность берет на себя компания Я. У нас есть продукт, с которым можно работать. Мы не думаем о том, как бы нам его доставить, потому что у компании есть 4 тысячи СО. Практически в каждом маломальском, маленьком городе, поселке есть пункт обслуживания, где вы можете забрать эту продукцию. Вы не думаете про хранение, мы не думаем про бухгалтерию, как доход, например, в отчете, да, вот у нас тот человек. Я вообще не думаю про это, не думаю. Моя задача одна – увеличивать товарооборот путем рекламы, путем приглашения людей. Вот моя доля ответственности. Она по сравнению с традиционным бизнесом вообще не учет, да, очень маленькая. И если мы говорим про финансовую составляющую тоже, да, если мы говорим про то, что в традиционном бизнесе мы вкладываем свои деньги. То есть тут мы практически не несем финансовую ответственность никакую. Нам есть, у нас есть возможность развить свой бизнес с нуля и без вложений. Что нужно делать конкретно, пошагово? Да, вот если размыто все было сейчас, мы с вами говорим три вещи, которые нам нужно делать и научиться делать. Во-первых, посещать обучение онлайн обязательно. Каждый новый партнер должен понимать, если он не будет ходить на обучение, у него не будет ни мотивации, ни стимула, ни поймет, он не разберется что-то и как. Потому что люди, которые нас окружают, люди, с которыми мы общаемся, которые нас окружают, скажите, у кого есть вообще в окружении сети ВИК? Есть у кого-то? Те люди, которые занимаются сетевым бизнесом. Те люди, у которых вы можете ставить. Спросить объекты, например, по поводу этого бизнеса, на которого вы можете положиться в развитие бизнеса, там, вот именно сетевого, вы можете в них спросить совет, рекомендации. У меня, например, в моем окружении никого не было. И для меня было очень важно быть вот здесь, ходить на обучение, вникать во всем, разбираться, все вопросы задавать. Это очень важно. У нас есть чаты по городам, тоже добавляйтесь в эти чаты. И когда будут мероприятия проходить в вашем городе, чтобы туда тоже ходить, чтобы засолиться, так сказать, быть в курсе теми. Второе, что мы делаем, приглашаем людей. Людей можно приглашать по-разному. Можно приглашать онлайн, можно приглашать оффлайн. Оффлайн это значит на встрече. Онлайн это значит, можно в соцсетях работать, можно через жесткие объявления работать. И у вашего инвестарника есть вся, вся конкретная, четкая, пошаговая информация. И третье, что мы делаем, это покупаем продукцию для себя. Все. Ну, скажите, сложно? Вот по сравнению вот с этим. Сложно? Ребят, скажите, сложно ли? Можно себя организовать? Можно, зная, что на этом мы сможем зарабатывать от 100 тысяч рублей и выше. Зная, что благодаря тому, что мы будем тут работать, мы будем путешествовать бесплатно три раза в год. Зная, что благодаря этим простым действиям мы сможем свое дело передать детям своим по наследству. У нас будет свободный график. Мы живем в семейшем, у нас свободный график. И когда хочу, тогда работаю. Да, 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 да. Самая большая мотивация работать сейчас, чтобы потом не работать. Очень удобно, очень комфортно. Но работать надо. Кто будет помогать? Будет помогать компания, как я уже говорила, и будет помогать настальник. Настальник, спонсор, тот человек, который вас сюда пригласил. Он будет вас обучать, сопровождать, помогать, создавать структуру, то есть помогать вам объяснять, как зарегистрировать. Вот все эти рабочие моменты, нюансы вы будете обсуждать с ним. Помимо спонсора, наставника, вам буду помогать я. Вам будет помогать мой супруг, ваши директора. К нам вы тоже можете в любой момент по любому вопросу обратиться. Мы с вами созвонимся, мы все обсудим. Главное тут общаться. Ну, бизнес такое общение. Не уходить там в себя, ни в коем случае там долго там что-то не анализировать. Есть вопрос, задай его. Есть вопрос, разбери его со своим спонсором, своим наставником, своими директорами. У нас есть топовая команда предпринимателей. Это те люди, которые зарабатывают здесь уже от 200 тысяч и выше. Уровень бриллиантового директора. У нас с вами огромная команда и очень много обучения уже от людей миллионеров. Оно тоже практически каждый кладкал. С Нового года у нас будет прям сильный такой марафон. Доходы. Самое интересное. Доходы. Доходы до директорского уровня растут вместе с нашей головой, можно сказать. Ведь мало вырастет в товарообороте. Нужно, чтобы и голова сомдрела. Не станешь же просто подхоп, это директор. Нужно, чтобы голова тоже к этому была готова. И поэтому мы улучшимся всему постепенно. Постепенно наращиваем товарооборот, постепенно наращиваем команду. И свой опыт, и свой уровень тоже растим. Есть в компании такое понятие, как бонус балл. Бонус балл равен примерно 40-50 рублей. Почему есть такое понятие? Потому что компания международная. Компания находится в 60 странах. И, соответственно, везде разная валюта. Есть вот своя валюта у компаний бонус баллов. 150 бонус баллов вы на уровне 3%. Если в деньгах это около 6 тысяч рублей. Вы зарабатываете на этом уровне мало. Потом 200, может 300 рублей. Но вы ничего не вкладываете. Ничего не вкладываете. За сколько можно этого дадить? Можно сразу. Можно лично сделать 150 бонус баллов. Как и все. И вышло на 3%. Следующая задача. Мы уже ищем партнеров. Сразу, как пришли, мы сразу начинаем подключать, искать партнеров. Выходим на уровень 6%. Это 450 бонус баллов групповых. Это около 18 тысяч товарооборотов. Вы консультант. Ваши доходы тут уже около 1000 рублей. Смотрим на количество активных партнеров. Примерно 4 человека. И все дальше. Вот эту табличку желательно выучить наизусть в дальнейшем. Но вы ее выучите. Это уже как. Ну, само собой получится у вас. 9%, 12%, 15%, 18%. И у нас с вами первое, ну, такое, знаете, самое первое, к чему мы стремимся, это к уровню 22%. Это уровень старшего менеджера. Тут уже доходы 18 и выше. 18, 30, может быть, и больше, в зависимости от того, как вы структуру вырастите. 7,5 тысячи бонус баллов. То есть около 250-300 тысяч вам нужно создать товарооборот для компании. И пускай у вас где-то в голове отложит, что для этого вам нужно всего лишь 25 человек ответственных, таких же, как вы, которые пришли сюда бизнес развивать, которые каждый день приглашают людей, которые каждый каталог организуют личный товарооборот и которые каждый день входят на обучение, обучаются с вами и контактируют. Таких 25 человек и вы директор. Возможно и скорее всего вы не лично найдете эти 25 человек, да? Вы, может быть, найдете всего 3 человека, а они уже пригласят остальных. Возможно вы найдете 2 человека, а они пригласят остальных. А возможно вы найдете и все 10. Тут уже как пойдет. Но это немного. И не думайте, что прямо это, не знаю, когда это все будет. Это все будет. Чем быстрее вы вкручитесь, тем быстрее вы достигнете этого уровня. У нас есть женщина, женщина где-то, вот совсем недавно была, за полтора месяца открыла уровень директора и доход у нее был в каталог 36 тысяч рублей. Организовала сама личный товарооборот хороший, большой. И научила команду тоже организовать большие товарообороты. Если там немного, но они и продажами работают, все работают. Все работает. Если работать, то работает все. Это самая первая степь. Ну такая серьезная. Но мы пришли, конечно, сюда не за эти. Не за 20 тысячами, потому что за 20 тысяч можно и миллионы работать работать. Мы пришли за большими степями. В компании «Лестница успеха» бесконечная. Я помню, ну правда, я люблю свое дело, да. И помню практически все-все-все. Я помню себя новичком, когда я первые там несколько органов слушала, смотрела на эту «Лестницу успеха». И реально, просто мне казалось, просто нереально. Как так вот, что люди столько денег могут заработать? Почему не все здесь? Почему люди, да, там не могут понять, что тут вон, столько денег заработать? И не надо каждый день там ходить на работу. Но Арифлейм для всех, но они все для Арифлейм. Не каждый, ну как сказать, не каждый начнет действовать активно. Не каждый там мертвый, а зарится так, как, например, у вас глаза загореют. Мы все разные, но тем не менее, вы должны знать, что здесь можно заработать денег очень много. Следующая ступенька после директора – это уровень старшего директора. То есть, вы помогаете, вы находите одного человека, например, Майю, да, я нашла, и я помогаю ей становиться директором. Майя получает 1000 долларов, я за нее получаю 1500 долларов за то, что она вышла на директора. Я, как ее наставник, за то, что я ей помогла, обучила, поддержала, рассказала, мне компания платит 1500 долларов. Я беру следующего человека, работаю с Галей чуть-чуть передать. Галя становится директором, я становлюсь золотым директором. То есть, у меня уже два директора в структуре – это Майя и Галина. Я получаю 2000 долларов, Галя получает 1000, за то, что она вышла на директора. У Майи свои директора появляются, Майя тоже становится старшим директором, она тоже 1500. И так бесконечно. Самый большой чек, который я видела за эти три года работы – это 24 тысячи долларов. Это уровень исполнительного директора. Их зарабатывает уровень исполнительного директора у нас у Ирины и Антона Толженко. Итак, мы находимся с вами в команде «Продвижение». Можете прямо загуглить, посмотреть на них, молодые они. Сколько, Миш, Долженко? Лет 35? Долженко-то лет 35, да? Ну да, им 40 еще нет. Но 40 нету. Может 36, может 37. Они свои года, они 15 лет уже в Арифейн, они в свои года зарабатывают 100 тысяч, примерно. Около 500 тысяч в месяц они зарабатывают на… Ну и что, что они 15 лет, да? Кажется, потому что 15 лет. Где вы еще через 100 лет будете зарабатывать 100 тысяч. Ну, реально, официально, никого не обманув, никого ничего не своровав, при этом путешествуя 3-4 раза в год бесплатно от компании. И компания с уровнем «Бриллиантовый директор». Можно взять машину в лизинг, любую машину стоимостью до 2 миллионов рублей. Вы сами ее выбираете. Есть условия для роста, если вы привыстаете. Ну, там несложные условия, если вам привыстать, то компания вам полностью будет оплачивать лизинговые платежи. Ваша задача просто продолжать развивать лизинг, а машины вам достанет в подарок. С уровнем «Президент» в «Мерседес Бенз» уже просто в подарок. Без лизинга, без всего, вы можете его просто забрать. Ну, там уж сейчас не знаю, какой плат. Но можно все уточнить. Вот. Поэтому вот она, лестница у всех. А пожалуйста, выбирайте себе любой уровень заработка. Не обязательно. Просто нужно понимать, ну, знаете, я не хочу никого обидеть или еще что-то. Мы просто так привыкли. Нам всю жизнь, нам говорят, что идти на работу, работай, да, там, потом сделают пенсию, там, ну, знаешь, да, пятое-пятое. Но можно жить и по-другому. Можно не жить в ожидании пенсии. Можно не жить на 25 тысяч доходов, да, там, ежемесячного. Можно и нужно стремиться к большему. Можно зарабатывать 100 тысяч. Можно зарабатывать 200 тысяч. Можно зарабатывать 300 тысяч. И для этого не обязательно, даже не то, что не обязательно, для этого не надо нам иметь никакого плата, никаких спонсоров, никаких, не знаю, там, знакомых, крутых. Для этого нам нужна просто голова на плечах. И готовый маркетинговый план. Вот, готовый маркетинговый план. Пожалуйста, берите, делайте. Но только для тех, кто хочет, действительно хочет улучшить уровень своей жизни. Как выплачивать доход? Работать потому, что тоже нужно. Только через расчетный счет индивидуального предпринимателя. Потому что компания международная, легальная, они по типу электронных кошельков, черных заплат, этого всего нет. Мы являемся бизнес-партнерами, а не наемными сотрудниками компании. Налоги платим 6%. То есть 100 тысяч мы заработали, 6 тысяч мы отдали налоговую. Все, больше ничего не платим. Есть еще пенсионка, но в пенсионку мы делаем вот эти налоговые вычеты. И по факту, в общем, мы платим только 6% по упрощенной системе налогообложения. А пенсионку нам вычитают из этого налога. Все. И в любом случае, пускай вас не пугает, это не отталкивает. 800 рублей открытие стоит. До, когда вы открываете, у вас уже хороший уровень. Там 18-22% вы никогда не загорите. И минус никакой не уйдете. Вот в ходе бывает, ну, страшенки типа, вот я открыл ИП, а у нас там не загорелось, накопилось. Все потому, что вы вовремя не закрыли, если вы больше не работали по этой деятельности. Поэтому должны накопиться. У нас такого прибыта не может быть, потому что и то же открываем в туровню, когда нормально зарабатывали. До этого все деньги платят в вашем личном кабинете. Вот когда я открывала ИП, да, в 2016 году, у нас там было накоплено 60 тысяч, мы сняли разом эти деньги. И с этого момента каждые три недели компания начисляет каждые три недели день в день. Бывает такое, что там на праздник выпадает, да, вот сейчас мы будем праздники, могут там перебить за несколько дней. Но такого, чтобы там задержали, там, не знаю, сколько нам не хватит, ничего, такого не было, не было ни разу. Что будет в результате? В свой успешный бизнес, который можете передавать полно следствия. В свободное время, полностью распланированное вами, путешествия, личный снорос, карьерный рост, постоянно растущий доход, пассивный доход к успеху. Что это значит? Пассивный доход к успеху. Вот анализ инспекции. Вот ты, например, вырастил из трех директоров. Мне надо было, мне понадобилось, ну, пускай пять лет, чтобы вырастить три директора. Мне понадобилось пять лет, например. Галя, Майя, Ирина стали директорами. Три директора у меня. Я старший золотой директор. Вот тут можно посмотреть. Старший золотой директор. Мой доход примерно 100 тысяч рублей. Это не какая-то картинка, может быть, да, это лестница сверху, это маркетинг, план компании. Это реальные цифры, да, это реальные деньги. 100 тысяч рублей я зарабатываю. У меня в команде зарабатывают уже три директора. Они никуда не идут. Они сами уже семьи с вами эти реформы, они сами уже неплохо срабатывают. У них свои планы, у них свои команды, у них там еще директора, я не знаю, сколько у каждого в структуре. Я могу больше не работать. Если мне хватает этих 100 тысяч, я могу больше не работать вообще. И такие примеры есть. Я пришла вот три года назад, девчонка быстро вышла на уровень старшего золотого директора, она сейчас не работает активно. Просто живет на вот этих директорах. Ей хватает. Если Родионовых рассматривать, Родионова Алена Неван, у нашей высшестоящей наставники, у них более амбисложные цели. Они сейчас на уровне старшего бриллиантового директора, хотя им даже 20 нет, ребят. Старшего бриллиантового директора это 269, ну около 300, ну даже 400 у них примерно в месяц получается. А им даже нету 30 лет, они зарабатывают 400 тысяч. Вот у меня в друзьях она есть, посмотрите, а вон, или сейчас я вам еще ее страничку берем. Вот у них другие цели, другие амбиции, они хотят большего. Поэтому тут вы как хотите. Хотите зарабатывать 100 тысяч, хотите зарабатывать 500 тысяч, хотите зарабатывать 50 тысяч. Но в чем дело, потому что не надо бесконечно рекрутировать, не надо бесконечно соглашать. Вырастите на 3 директора, 100 тысяч при вашем. Не хотите больше работать, пожалуйста, вы будете пожизненно получать в компании эти свои деньги. При условии, что с структурой все будет нормально. Но на любом случае вы ее там поддержите, как вы где-то будете. Это уже образ жизни. Все равно полюбите свою, свою деятельность. Вот, это пассивный доход. Признание компании и партнеров за ваши успехи в анкете, конференции за границей. Тоже очень дорогого стоит. Даже каждое спасибо партнеру для меня очень дорого. Работа в команде с позитивными и успешными людьми. У нас не уживаются люди, которые вечно чем-то недовольны. Которые, все у меня в жизни не так, все не то, там государство виновата, там что-то, все-то. Нашу жизнь мы делаем сами. И со временем это придет, да, вот если даже сейчас какие-то мысли есть, там другие не такие, то со временем, работая с нами, в этой системе, общаясь с миллионерами, у вас тоже вы придете к тому, что изменится, и мышление изменится, и уровень жизни в дальнейшем изменится. И люди, у которых получается что-то, они всегда в хорошем настроении, всегда в позитивном ключе, да, у них все происходит. Такого, что, ой, все, никак, ничего, такие люди, ну, просто не уживаются в нашем коллективе. И летний стиль жизни, тот стиль жизни, который вы сами себе запланируете. Итак, в чем смысл работы? Создать большую потребительскую тему, где будет каждый покупать для себя. Деньги откуда берутся? Товарооборота. Не платит компания за то, что мы просто зарегистрировали человека, и все. Не платит нам компания за перерыв из населения. Компания платит за то, что товарооборот. Создали товарооборот 100 тысяч, 10 тысяч ваших, например. Создали товарооборот на 500, ваши примерно 50. Что нужно делать? Приглашать, покупать, пользоваться, либо продавать, как вам нравится, и обучаться. Все. Три пункта, вот это заполнится. Кто будет помогать? Будет помогать сама компания, будет помогать наставник. Что получим в результате? В результате получим тот стиль жизни, который хотим. Будем зарабатывать столько, сколько, сколько хотим. Как успешно стартовать? Слушать своего наставника. Если бы я отказалась немножко сентиментальности, да? Славя давно делала еще. Декретик, когда еще плавится, что не зарегистрировала. Если бы я отказалась, ну реально я бы не знала, кто бы моего ребенка вставать ее. Ну правда, у нас тут нету знакомых близких профсеков, которые нам могут помочь. Не знаю, куда бы я вообще на работу устроилась, стояла бы вот с таким транспарантом. Я ищу работу, денег нет. Сумиши, конечно, зарабатываю и отрабатываю. Но в любом случае нам всегда было мало. Ну я думаю, молодые семьи, да и немолодые семьи, у меня все больные денег всегда не хватает. Сейчас, ну сейчас, конечно, мы живем получше. Не так, как хотелось бы, но мы к этому идем. Тут фотографии в Сочи, да, вот я как раз была, я обнимаю сердечко с Эриквейн. Внизу из чека фотографии с банкета дектора по лимитинскам, как раз, как мы были слышим уже. Фотки из банкета и с моря фотографии. Когда я только сюда пришла работать, у меня была идея фит, я захотела на море с ребенком, но никогда не были. И вышла, открыла платить в кассу, получила вот первую свою тысячу долларов, и мы на эти деньги пахнули на море. Друзья в теме, друзья, которые меня отговаривали, которые не взяли, все, а религиозные, гирушки, собирай. Это больше работает, чем какой-то там Эриквейн. Многие сейчас с нами развиваются. А Миша, который там мои ноутбуки мне закрывал и там и встречал, ничего такого у нас уже не было. Он у кого-то вообще всегда был со мной в компании. Он сейчас лучше меня, он работает лучше, меня с исследованием проводит. Хотя он такой консерватор, и работал-то он же тоже в органах. И для него это все было очень чуждо, очень. Ну вот система у него была, вот эти вот начальники, вот эти вот настроения, всякие как-то тревога. И вот, и когда мы ехали, например, в машине, я говорила, Миша, давай мы помечтаем про то, как мы там на море поедем, или про то, что какая у нас машина будет. Он говорит, Сань, пожалуйста, спокойся. Вот наши доходы, там 25 тысяч рублей, вот она планирует, из них 40% мы отдавали за ипотеку. Конечно, сейчас все поменялось. Что делать дальше? Если первый раз информацию слышите, ну, для вас недавно совсем с нами, все вопросы задавали. Нельзя, чтобы ни один червячок, чтобы у вас не осталось. Я для вас чужая, да, вы меня не знаете, например, да. Не например, а, скорее всего, все, которые с вами недавно, вы меня не знаете. И чтобы у вас не было сомнений, нам обязательно надо познакомиться, позвонить, чтобы вы понимаете, что вот я вот опять же вспоминая Мишу, я ему все показывала, говорю, вот послушаю вам вебинар, там кто-то все, кто-то все, кто-то все там стоит, я думаю, что у него там все поплачено, чтобы вся дурочку обмануть, вот. И можете изучать странички все, вот я вот такие, ну, приходите по ссылке, обязательно добавляйтесь к моим друзьям на обучение ходить, чтобы понимать, что тут и как. У меня есть соседка, она говорит, что я пообщаюсь, что мне вроде хочется, хочется что-то делать, хочется действовать. Прихожу снова в свой взбербанк, который в взбербанке работает, и вижу, что... Как мне рыпаться, да? Каких я там все сочиняю? Сижу, да, сижу, да, спокойно отработала, пошла домой, смотрела, утром встала, в шест-тракцию поехала. Все так живут, какой-то морякой. Поэтому нужно ходить на обучение, чтобы быть, чтобы поддерживать себя. Активировать свой личный институт, нет, разместив заказ, пройти верификацию, прочитать про возражения, потому что люди будут возражать, люди будут возражать, люди будут сомантификовать, смеяться. Кто-то поддержит, кто-то скажет, да ну тебе брось. Чтобы вы были сами 100% уверены во всем. Вы сперва сами разберетесь и только потом предлагаете бизнес. Да? Потом только идите к своим знакомым, друзьям. Иначе, если вы еще сами до конца не разобрались и не доверяете, они вас сразу отговорят. Скажут, да ладно, у меня там сестра была, у меня там тетя была, у меня там подруга была. И отговорят тоже. Изучите себя для себя сами. Начать рекрутинг, как раз начать приглашение. Только после того, когда сами 100% уверены в себе, в компании, во всем. И слушать спонсора, слушать наставника, слушать того человека, который вас пригласит. Если мы идем на монитор учиться, мы кому идем? К мастеру по монитору, к мастеру по обучению мастера. Мы не идем к повару. Тут точно так же не надо слушать поседку. Она не специалист в своей маркетинге. Если она говорит, у меня там кто-то пробовал, когда-то, когда-то, но у него не получилось, это не значит, что у вас не получится. У меня тоже соседка, ну, не соседка, там, подружка, знакомая, в пятый раз на диете сидит и никак не похудеет. Это не значит, что я тоже не похудею. Значит, она что-то делает не так. Значит, она неправильно питает. Значит, она не ходит на тренировки. Значит, она не бегает. Тут точно так же. Если у них не получилось, значит, делает что-то не так. И это не значит, что у вас не получится. У вас обязательно все получится, если вы этого захотите. Только вам решать, сколько денег заработать можно в нашей компании. Только вам, никому, другому не позволяйте решать за себя. Хотите зарабатывать 20 тысяч на уровне директора, старшего менеджера, ну, то даже больше. Тут доходят 3 недели. Хотите зарабатывать 300 тысяч на уровне старшего, глиантного директора. Только вам решать. Пожалуйста, решите для себя сегодня, пропишите себе список целей и планов. У вас обязательно все получится. Можно, как сказать, я тоже говорю эту поговорку, можно, если пробовать, то всегда есть два варианта. Либо получится, либо не получится. Если не пробовать, если закрывать все пути, ходы, выходы, то вариантов не будет. В любом случае не получится. Если не пробовать, то в любом случае ничего не получится. Если вы решили для себя, если вы уже не первый раз данный вебинар, если вы решили для себя, что вы здесь, что вы здесь будете, что вам это все нравится, что вы хотите много зарабатывать, значит, действуйте. Просто не сдавайте до тех пор, пока у вас не будет результат. Ребята, всем спасибо за то, что пришли, за то, что вы слышали. Еще раз повторюсь, если кто-то ждал, возможно, поздно зашел и ждал розыгрыша, розыгрыш уже был в начале вебинара, выиграла девушка, не помню уже, Мария. Всем спасибо, что пришли, все вопросы задавайте, друзья добавляйтесь. Всем пока. Да, Мария Сузанова выйдет. Ой. 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 Продолжение следует...